По итогам комиссионной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы вы признаны вменяемыми. Установлено, что в момент совершения преступления вы могли осознавать фактический характер и общественно опасность своих действий руководить ими. В состоянии аффекта не находились. Преступление 65-летний житель села Октябрьское Карасовского района Кусанайской области совершил 17 марта этого года на следующий день после объявления в стране чрезвычайного положения. Этот факт позже повлияет на выдвинутые против пенсионера обвинения и размер наказания. К вечеру того дня в гости в дом, где пожилой мужчина проживал вместе с сожительницей Расахацкой, пришла ее дочь с 9-летней внучкой и 4-летним внуком. Старики в это время пили водку. Мать детей присоединилась к ним, а позже, решив остаться ночевать, отправилась на отдых в зал. Около 20 часов 30 минут Андрей попросил Расахацкого убить ему 1 литр логи, при этом дал поталные 5 тысяч недель, на что Расахацкая согласилась и направилась вместе со своей малолетней внучкой в Расахацкий магазин на районе. Когда сожительница вернулась, Андреев вместе с ней продолжил упивать. В какой-то момент старик стал вести себя по отношению к детям агрессивно, согласно обвинению из-за ревности к их бабушке. И в итоге убил 4-летнего мальчика. Потерпевшая Полищу показала, что ребенок просил ее спасти, но от удара подсудимого она потеряла сознание. Когда очнулась, то побежала к Лебедеву просить о помощи. Свидетель Расахацкая, бабушка, указал, что первоначальный Андреев начал душить свою внучку Расахацкую. А когда она оттолкнула его и потребовала успокоиться, подсудимый схватил за шею Расахацкого и начал бить его головой об стены. После чего она убежала вместе с внучкой искать помощь. Раненый ребенок был утоплен в 40-литровой кастрюле. Пьяного, лежащего на полу Андреева, задержали при вышиве по вызову полицейские. Судья он был признан виновным в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Совершение особо тяжкого преступления в состоянии алкогольного опьянения и в условиях чрезвычайного положения явились отягчающими виновым обстоятельствами. Санкции статьи предусматривает и пожизненное лишение свободы. Однако, учитывая требования статьи 46 Уголовного кодекса, который запрещает назначать пожизненное лишение свободы лицам, достигшим 63-летнего возраста, полагая необходимо в этой связи определить Андрееву 20 лет лишения свободы с дополнительным видом наказания. Я совсем не согласен. Желаете еще что-либо добавить? Ну, это произошло, потому что у меня был сердечный пыль. Суд обвинения поддержал. В колонии с максимальным режимом безопасности Андреева будут лечить от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил. Виталий Луговской, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова